итак урок 20 автоматизация процесса начнем немножко делаем за шаг назад картинку мы взяли только что включили то есть она еще никак не обработана ничего не подключена режим rgb у нас свой фон и это нам нужно будет сделать со всеми всеми страничками со всеми страницами то есть нам нужно будет здесь сделать что в первую очередь нам нужно градации серво слой фон сделать копию оригинал чтобы у нас она под глазами а дальше нам нужно будет почистить беленькое сделать контурную резкость и потом чистить черненькое 5 действий которые можно автоматизировать конечно чистку черного я не до конца автоматизирую только на половину подготавливаю к чистке черного но все равно это как бы тоже немножко надевается итак что нам нужно сделать специально убрала экранчик для самого другой углу потому что нам нужно вот это место в этом месте у нас есть вкладка операции если у вас такой вкладки нету нажмите на кнопочку просмотр и смотрите война кнопочку окно извиняюсь и в окне у нас есть строчка операции их тоже можно включить все грязь мы говоришь my alter 9 вот нас появляется список операций по умолчанию в фотошопе есть всего операции по умолчанию такая папочка да и остальное я уже сама уже сделала так вот значит здесь у нас манга школьный переполох для нее мы сделаем отдельно папочку создаем отдельно папочку называю школьный школьный переполох это я назвал папку если как обычно не смотрю что я пишу в эту школу теперь сокращено школьный переполох дальше что дальше нам нужно создать новую операцию которую в дальнейшем мы будем автоматизировать компьютер это делал сам а не мы создаем новую операцию кликаем вот сюда называем ее первичная обработка первичная обработка окей и сразу пошла запись пошла запись этих операций то есть идет не того как как мы мышку тут уводим сюда а конкретно те действия которые мы сделаем первое что нам нужно сделать это сделать все режим кодации серого кликаем изображение режим рации серого отменить в смысле эти самые отменить оттенки и у нас режим кодации серого первая строка появилась действие дальше нам нужно сделать дубликат слоя фон кликаем на слой фон товар пайшера цена дубликат слоя называемого джей пойми окей создался дубликат здесь строчка новое действие записалось дальше нам нужно убрать этот слой из вниз то есть чтобы его не видели и включить свой фон потому что мы работаем на свой фон новые записи появились дальше что мы делаем подкрутку на автомат мы сделать не можем потому что подкрутку нужно смотреть как конкретно мы будем крутить это дело машиной машины подкрутка здесь нас не покатит поэтому покупку убираем из автоматики дальше что мы можем сделать на автомате это чистка белого данная у нас картинка у нас хорошо прочищена года до этого поэтому чистка белого здесь у нас делали у нас те кто работал на скринтером сканер обрабатывал поэтому здесь чистка белого будет такая же минимальная как и в цифровом формате марта чистка была кликаем выделение цветовой диапазон берем медики их нужно также если вас будут все можно было взять в сша локоз вообще полностью не мог где-то точно как нужно застряли вот на контакте ну в этом так как он выглядит на disputа какой какой-то проблемой выглядит оттуда он где, нужно опять легко прочитывать оборудование выбираешь за тысячу и предупреждение цветового медики если вы просто будете во всеми планирования цветовой диапазон то есть какие-то правильные разделения у вас будут все эти конкретные действия уже записывать будет пост у нас просто загрузка электрический Вот, цветовой диапазон выделили, теперь кликаем Ctrl-L, тащим югунок подальше, ОК, убираем выделение Ctrl-D, все это у нас записывается, все действия. Следующее, что нам нужно сделать, это сделать контурную резкость. Кликаем фильтр, усиление резкости, контурная резкость. Выбираем опять-таки нужные нам цифры и кликаем ОК. Желательно цифры подбирать заранее. Вот, дальше что, если вы сделали какую-то ошибку в записи, допустим, я сделала, не знаю, еще один цветовой диапазон, слишком большой, потом Ctrl-D нажала, у меня все это дело записалось в действиях, но мне это дело не нужно, чтобы лишние действия не затормажили процесс работы. Что-то мы ставим на паузу, кликаем лишние наши, находим лишние наши действия, у нас, значит, контурная резкость была последняя, что нам нужно было сделать, а это уже лишние действия. Кликаем сюда, на мусорку, удаляем. Это у нас тоже было лишнее, на мусорку, удаляем. Если нам нужно записать дополнительно какие-то вещи, которые мы забыли записать, допустим, я хочу, я забыла, допустим, вот этот вот слой фон выделить, и получается, когда я это делала, вот в данном этапе у меня был выделен слой JP, я на нем начала уже делать цветовой диапазон и так далее. Тоже можно сделать в это место, записать нужное мне действие. Значит, кликаем, выбираем место, выбираем то действие, за которым потом пойдет наше нужное действие, кликаем запись и делаем наше нужное действие. Выделить слой фон, встал на то место, когда нам нужно. Ставим опять-таки паузу, возвращаемся к самому последнему нашему действию и продолжаем запись, если нужно. Следующее, что я хочу сделать, это чистка черного. Чистка черного в веб-формате, она выглядела в одном стиле, да, то есть мы могли почистить ее тем самым уровнями, а потом ручная чистка. В данной манке я делаю только ручную чистку, потому что когда я чищу уровни, здесь у нас результат практически никакой, и потом все равно чищу ручками. Так вот, кликаем запись, мне нужно будет сделать уровни, с которыми я буду сравнивать все это дело. Кликаю, значит, в слои, новый корректирующий слой, уровни, называю как хочу, и мне нужно увидеть черный цвет. Значит, я беру белый бегунок, и хочу его вот сюда. Вот в таком формате у нас сейчас находится черный цвет. Пока что его выключаю, кликаю снова слой фон, выбираю инструмент... Секундочку, дайте остановлю. Ага, сейчас выберу другой инструмент, чтобы у меня он записало до действия. Выбираю инструмент затемнение. Дальше размер инструмента ставлю побольше немножко, вот такой, хорошо. Теперь кликаю в выделение, цветовой диапазон. Цветовой диапазон, мне нужен черненький цвет, и где-то около 30, чтобы она была. Окей. Включаю обратно уровни, и могу уже... С этого момента у нас войдет ручная работа. Поэтому запись автоматики, она выключается. Все, ручная работа дальше идет, там, чистил вот так черненькое. Об этом я на следующем ролике расскажу. Ну, а сейчас смотрим дальше, что у нас происходит с автоматизмом. Значит, вот эти действия мы записали. Можно свернуть, чтобы у нас сильно большая эта самая не была. Ну, для лучшего обзора. Включаем, значит, следующую нашу страничку. Где у нас мышка. Включаем вторую страничку. Теперь, чтобы сделать все то же самое на этой страничке, нам нужно просто выбрать нужную нам операцию и кликнуть на play. Раз, два, три. Готово, можно уже чистить черненькое. Чистим черненькое, убираем выделение. И дальше чистим их руки, и дальше черненькое, как нам удобнее. Так, сейчас я, давайте, поменьше сделку. У меня кружок сейчас. Дизайнер, где у меня мышка находится. Проверяем, что у нас случилось. Значит, у нас, это у нас уже после чистки, после обработки автоматической. Это до. То есть черненькое слегка почистили. Чертенькое мы только ручками почистили. А беленький немножко убрался. Контурная резкость немножко прибавилась. То есть все, в принципе, то же самое, что мы делали на предыдущих уроках, но только это сделалось буквально за пару секунд автоматом самой машины. Очень удобная штука, всем рекомендую. Так, что еще? Еще можно сделать обработку пакетную. То есть не по одной страничке каждую так сделать, а сразу целую папку, допустим, или целый ряд этих сканов. Открываем все наши странички сразу. Сейчас, подводится. Открыли все странички сразу. Кликаем файл. Автоматизация. Пакетная обработка. Дальше выбираем набор операций. У нас школьный приполог. И какая конкретная операция, первичная обработка. Что конкретно нужно обрабатывать, выбираем здесь. Либо мы кликаем папка, то есть мы выбираем какую-то папку в нашем компьютере. И он получается, все файлики в этой папке он обработает. Но у меня в этой папке находятся лишние сканы. Мне нужны только вот эти. Вот работают те, которые я открыла. Поэтому я кликаю не папку, а открытые файлики. Если у вас много, конечно, файлов, то, конечно, лучше, чтобы они были в отдельной папке находились. И там их обрабатываете. Кликаем ОК. Ждем, когда он все-все наши странички закончит. Также в автоматизацию можно включить сохранение файла. Сохранять файлы можно в... Рекомендуется какую-то стать общую временную папку. То есть все сохраненные ваши файлики первым делом сохранятся в этой папке. Вы их потом оттуда достаете и уже в нужное место перетаскиваете. На этом, в принципе, и все со сформатизацией. Надеюсь, что инструмент вам очень будет кстати. Пользуйтесь их до следующего урока. До свидания.